Так, добрый день, ребята, сегодня у нас обзор номер 154 варкапа. Эта карта у нас похожа на рокетран, но так оно и есть. Соответственно, сейчас мы пройдемся по карте и посмотрим, что она себя представляет в принципе. Значит, старт мы видели вон там. Далее идем, продвигаемся по карте. Здесь выполнены некие декорации, типа задел на эти декорации. Однако, вот этот столб, он явно мешается. То есть, вы представляете? Заранее просто. Он просто явно мешается. Я вам говорю, знаете почему? Потому что когда ты летишь на скорости сумасшедше, ты можешь в него врезаться. Жаль, тут нельзя выпиливать. Да, дальнейшие декорации у нас представляют собой вот это вот непонятное что на половине карты. Просто по центру лежит. По центру лежит. Вот эта рампочка тоже. Ну, в принципе, может кто-то проходил с ней. Поэтому узнаем позже, посмотрим демки. Опять же, вот эта разница в половах. Если ты попадаешь вот сюда, ты теряешь всю свою скорость. Чудо-столб. Волшебный прям. То есть, если бы сделали его немножко вот так вот бы. То есть, вот так вот, вы понимаете? То есть, под прямыми углами здесь были бы срезы. Он был бы еще ничего. А так он полный на тебя. Значит, дальше. Мы проходим в следующую комнату. Следующая комната у нас чуть пошире. Благо. Можно пойти вправо, можно пойти влево. Вот эта вот штука, светящаяся, это джампад. Можно попасть вот сюда в трубы, кстати говоря. Ну, это вряд ли получится при прохождении. На скорости джампад. Тоже, опять же, осматриваем дизайн. Вот эти вот штучки выпирающие. Они, как правило, мы за них зацеплялись. Мы, я и, то бишь, Вуди, мы играли этот варкап довольно серьезно. Мы очень долго на него много времени потратили. Вот эти вот. Хоть раз мы с ними доцеловались. Значит, здесь на карте выполнена секреточка. Но она просто ничего не дает. Это просто такая секреточка и есть. Никчемная. Да, просто секретная дверь. Идем дальше. Дальше карта у нас поворачивает направо. Слава богу, здесь не вот такой поворот. То есть не на 90 градусов. Ну, короче, вы поняли. А, есть такая стеночка, которая очень помогла с нашим роутом. Дальше, что у нас по карте. Вот эта центральная штука. Об нее придется долбаться рокетом. Как вы уже все поняли. Карта уходит вниз. Здесь стоит 4, да, 4 столба. Эти 4 столба тоже нам доставили своих хлопот. Есть очень хороший, очень хорошо выполненный вот этот вот поворот. Он, собственно, добавляет волшебства на эту карту немножко рандома. Потому что здесь надо будет поворачивать, как видите, направо. Соответственно, вот эту стенку надо будет обязательно использовать. Что у нас происходит дальше? Дальше у нас финальная комната. Вот эти всякие столбики, трубики. В принципе, в таком интересном стиле. Древо жизни. Здравствуйте. И фидиш. Собственно, вот это был краткий просмотр карты. То есть то, как мы карту тут увидим в первый раз. То есть проходим, это изучение, так скажем, вот выпустилась карта. И вот по-нормальному надо вот так ее пройти, пролазить, посмотреть, что здесь, как, чтобы понять, что тут делать. Уже сразу как-то стараться представлять, где вы будете стрелять, что вы будете делать. Собственно, что... И говори. Значит, что у нас... У нас дается 10 ракет. Ракеты здесь можно собирать, как оказалось. Но это не к чему, потому что карта очень короткая, достаточно она проходит на высокой скорости. И поэтому много ракет здесь не нужно. И для нашего роута хватало, по-моему, 9 ракет. Правильно, да? Да, вроде бы. Одна оставалась. Значит, как можно было проходить? Менее опытные игроки проходили, естественно, как-то вот что-то типа вот в этом стиле. Очень редко ударялись ракетами. Как-то вот так вот по рампе. То есть, ну, да, вот так вот пройти могли карту все. Пару раз отстрелиться и финишировать. Просто. Более опытные игроки уже отталкивались ракетой вот так. То есть, набирали большую скорость. Отталкивались ракетой здесь. Чуть больше старались, в общем-то, ракет, да, всунуть, куда попало. Куда было. Куда было. Но на самом деле не все так просто. Потому что теперь передаем вид от Вуди. Что мы придумали дальше? Из-за того, что... Да, 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 вот уже спалился. Значит, можно было об стену ударяться, но как... Вот облево и сделай буст. Просто сделай буст, да, да, да. Если делаешь облево буст, ты не успеваешь выстрелить еще один ракет. И чем больше вначале ты ракетом выстрелишь, тем выше будет эта скорость на всем протяжении карты. Соответственно, ты потратишь меньше времени на ее прохождение. А это нам очень важно. Ты не успеваешь дать второй ракет и завернуть под 90 градусов. Что нужно было делать? Вначале надо было сделать буст от вот этой стенки. Так скажем, развернуться на 180. И ты как раз успеваешь выстрелить вторым ракетой в ту стенку. И подскочить к этой стене, уже дать третий ракет. Соответственно, три ракета лучше, чем два. Потому что скорость будет выше. Дальнейший наш роуд представлял собой попадание, просто гадание с бубном к этому столбу. И надо было попадать к этому столбу, иначе действительно не назовешь. Потому что ты прилетал левее, правее все время. Ну, потом мы, конечно, когда привыкли уже к самой карте и стабильно начали получаться три ракеты, у нас уже все более-менее выходило. Ракета дальше давалась после джампада. Как только мы поднимались на уровень вот этого полуэтажа. И волшебная рампа. Вот эта рампа это вообще. Значит, смысл какой? У нас скорость будет очень высокая, и нам нужно не зацепить эту рампу. Почему? Потому что когда мы зацепляем рампу снизу вверх, у нас скорость падает. Поэтому надо было отстрелиться очень грамотно так, между вот этой рампой и потолком, и вылететь прям вот чётенько над ней. Да. Отойди, пожалуйста, к стеночке и покажи вот этот промежуток, в который надо было влетать. Вот к стене, оттуда мы отталкивались. Вон там, где плашечка чёрная. Ага. Просто покажи, в какой промежуток надо было влететь. Просто не стукнуться ни головой, не спотыкнуться ногами. Собственно, вот так. Дальше вот эта вот посередине карты, которая стоит, штука, от неё надо было отстрелиться и дать себе скорость немножко вниз, чтобы приземлиться перед вот этим вот столбом. Вот сюда. Если мы не приземляли сюда, то мы либо влетали в столб, либо мы не долетали до... Либо мы попадали в воду, потому что нам надо подскочить к этой вот стене. А если приземлиться прямо перед этим столбом, то и скорость, и спейсинг нам спасал, и мы попадали к этой стене, и отстреливаясь от неё, прям сразу летели на финиш, не задевая ничего вот этого вот. Собственно, Вудя, покажи, пожалуйста, приблизительно, как должно всё это выглядеть дело. А мы за тобой посмотрим. После чего мы сейчас пару таких... Вот, вот, вот эти штуки, которые посередине карты. Вот как они зацепляются за них. Это ужасно. Ну вот, сейчас мы зацепились. Вот, собственно. Да, зацепились и об потолок, и об рампу, то есть, ну, мотило нам. Боли, хлебнули мы. Такого борща-то кислого здесь. Кисленький. Да. Ну вот, он попадает как раз перед столбом, но не получается. Последний рак. Ну, в принципе, вот так карта и выглядит. По сути, здесь особо много не расскажешь. Разве что были вещи, которые мы не использовали, но они явно были медленнее, потому что мы нашли самый оптимальный путь. И быстрее было просто не придумать, на самом деле. Быстрее никак не сделать. Давай 10.1 какой-нибудь поставь. Можно было, да, да, даблджампом от этой? Ну, тут опять же спорный вопрос по спейсингу. Ну, это явно медленнее, чем делали мы. Поэтому смысла в этом особо нет. Еще хочется сказать про неприятный момент этой карты. Ну, естественный плюс в том, что она очень динамичная, очень быстрая. Она на ракеты, и она не особо длинная. То, что могло поиграть ее большое количество людей. Она достаточно простая для новичков. Она достаточно интересная для более серьезных ребят. Ну, как мы, естественно. Ну, да. Да. Вот. И прислала довольно большое количество человек. Демо записи. Вот. 9.8. Хорош. Потому что вот так вот он выглядит, этот роут. Просто все немного быстрее, почетче. Я начал поговорить про минус, значит. Минус этой карты, то, что приходилось очень на большой скорости маневрировать в очень узкие проходы, и, как бы, было не очень удобно. Ну, удобно в дефраге редко бывает, поэтому это нормально. Приходится адаптироваться. Да, если бы она была немножко бы пошире, думаю, совсем было бы по-другому. Все. То есть, ну, очень много выступов, которые можно было бы убрать, на самом деле. Но это все на волю мапера. Мы не маперы, мы игроки, поэтому... Да, хочу напомнить, что карты делают сами ребята, которые играют. То есть, это не какая-то там компания, это не какой-нибудь там IT-software. То есть, карты делают реально ребята своими руками. То есть, надо отдать им должное. Если бы не было бы маперов, фраг бы уже не было бы дефрага, наверное. По сути, да. А так-то, как картам за 10 тысяч или сколько там их? Около 7, по-моему. Около 7 тысяч. Ну, в общем, не важно. Ну, я думаю, стоит показать демочки уже, так-то, по сути дела, пара карту мы все рассказали. Давай, демочки. Давай. Заливаем сервера, открываем папочку ворка, 154. И рано. Так, ВКУ-3. Пойдем с ВКУ-3, парень Делгадо. Давай на счет 3, раз, два, три. Прошел он, я думаю, пару раз всю эту карту, особо он ее не играл в ВКУ-3. В ЦПМе у него есть тайм, он явно лучше, чем в ВКУ-3. Но, видишь, он, да, он здесь особо много ракет не использовал. То есть, так, прогулялся за хлебушком, короче. Здесь даже тоже не сразу повернул. В общем, так скажем, отправил тестовую демку. Ну, возможно, свой какой-то, такой свой средний максимум, может, если так сказать. Да, да, да. Многие так игроки делают, но, к сожалению, так не делаем. Мы либо играем карту прямо до победного, либо не играем ее вообще. Да. К сожалению, нам не позволяет что-то. Давай теперь Undead Winter. Демка уже побыстрее, пошустрее. На счет 3, раз, два, три. Запускаем, смотрим. Тут уже явно будет побыстрее. Человек опытный, довольно давно играет. И, в основном, его физика ВК-3, поэтому. Да, что стоит отметить, то, что для ВК-3 эта карта даже тяжелее, чем для ЦПМ. У нас-то хотя бы есть аэроконтроль, а им-то приходилось просчитывать свои рокеты заранее. Как стрелять, чтобы правильно повернуть и не потерять их времени. Ну что, Бриган, топ-1 ВК-3. На этой карте на счет 3, раз, два, три. Демочка-то побыстрее уже будет. Естественно, ВК-3 ни я, ни Вуди мы не играли. Поэтому сравнить свои чекпоинты и какой-то путь, думаю, мы не сможем. Но достаточно выглядит быстро его демка. Да? Ну, собственно, для Defrag.ru, для варкапа это первое место. Да, это первое место для варкапа. Значит, теперь у нас идет ЦПМ физика, наша родная. Теперь ПФБ, П-4Б или ПАБ, как его зовут. Давай на счет 3, раз, два, три. Смотрим. Это последнее место ЦПМ, но парень играет всего 2 месяца, поэтому довольно хорошо для 2 месяцев. То есть есть уже понимание аэроконтроля, есть у него уже отстреливаются более-менее так грамотно. Кой-какой свой нашел. 4 ракеты еще осталось. Да, не дострелил. Немножко не дострелял, да. Так, следующий парень у нас Фола, тоже из России, 43 регион. Смотрим. Раз, два, три. Так, ну тут тоже довольно своеобразный путь. Видно, парень тоже только там начинает играть, либо в этом роде. Ну, вроде да, они не очень опытен, скажем так. Да. Так, следующий у нас Рик Ошеа. Это человек из Австралии. То есть, смотрите, да, не только русский участвует на русских варкапах, но еще и из Австралии, ребята. Он единственный, насколько я знаю, австралиец. Ну что, раз, два, три. Давай, раз, два, три. Запускаем. Итак, смотрим. Наверное, тяжело ему играть с дифраг, у него же там все сверх головы на ноги. Перевернуто. Да? Знаешь же шутку про австралийцев? Нет, нет, не знаю. Нет, нет, там вверх ногами все ходит, у них все вверх ногами. Вот и вам так пошло. Просто. Так, следующий русский человек, который в ВК-3 мы смотрели, третье место занял. Долгадо, теперь ЦП, давай. Раз, два, три. Ну, ЦП он явно потратил побольше времени. Подготовился, так сказать. Да, потратил он явно больше времени. Ну, и, соответственно, он, насколько я знаю, по, в принципе, его демкам, он играет в ЦПМ. Ну, в основном, да, в ЦПМ. В ВК-3 было так. Очень много таймов, 12-13, то есть по 3-4 тайма на каждый этот, на каждую секунду. В МО, раз, два, три. Ну, тут уже движения мыши такие более плавные. Уже более прямой путь. Да, вот только концовочка. Концовочку он слишком лихо завернул. КАС, Россия. Раз, два, три. Здесь тоже, да, здесь тоже такие движения уже более осознанные. Нету таких дрожаний особо. Не, ну, есть такие подергивания. Видно, у него сенс высокий просто. Да, да, да. Но он старался. Молодец. Следующий у нас идет у Дмитрия. И он играет, насколько я знаю, там, 3 или 4 месяца уже. Или, может, побольше даже. Давай, на счет 3. Раз, два, три. Уже, да. Уже движения быстрые. Ну, руки так еще подрагивают чуть-чуть. Это сенс, это сенс видно. Очень, очень высокий сенсивити у него. Угу. Ну, это на вкус и цвет, как говорится. Я тоже начинал было очень с диким сенсом. Риды, не говорю, у меня у самого-то был сенс-то какой. Следующий парень. Псай. Или псю. Я не знаю как. Извини, парень. Я не хотел тебя обидеть. ПТХВАЙ, короче. Да. Возможно, это аббревент. Раз, два, три. Двенадцать. Уже таймы близятся к рубежу в одиннадцать секунд. По-моему, следующий тайм будет уже одиннадцать секунд. Тут тоже уже все побыстрее. Ну, остаются у парней лишние рокеты. Остаются. Так, первые, первые секунды, которые... Первые одиннадцать секунд. Кипец из Беларуси. Это, скорее всего, кто там был. Коша, да? Коша, Коша, да, скорее всего. Раз, два, три. Вышел с двенадцати секунд. Красавчик. Через левую стену. Ничего себе. Да. Вот на рампе очень много потерял скорости. Завернул хорошо. Завернул хорошо. Следующий у нас Зоркий. Четыре Ряка из Украины. Насчет... Зорька. Три. Так, смотрим. Проходил через две ракеты в начале, да-да-да. Тайм не очень отличается, но вот, в принципе, по роуту... Даже вот так посмотреть, сам роут гораздо больше влияет на... На тайм, чем скилл. Вроде, скиллы у парней разные, а тайм почти одинаковые. Ну, это... Учитывая то, что разные роуты, то есть, да, а вот... На самом деле, на нашем роуте, который оптимальный, реально решает скиллы. Ну, тут... Тут уже причина-следствие, так сказать. Так, и, значит, бриган 11-4, на счет 3 запускаем. Раз, два, три. Парень из России. Очень, очень много ребят участвовало. То есть, обычно это 7-8... Ох, какие резкие ракеты-то у него, да? Угу. Прям, прям... Прям, как ты в молодости. Да-да-да. Я был молод. Так, значит... Теперь ребята, которые вышли из 11 секунд, 10 и 9, на счет 3 запускаем. Раз, два, три. Смотрим. Проходил через две ракеты. Ну, тут уже ракет-то побольше использует. Но попал, опять же, на рампу. То есть, завернул он очень... Так, коряненько немножко, но... Ну, свой своеобразный роут. Свой своеобразный роут, да. Роут очень отличается. Несмотря на то, что карта короткая. Несмотря на то, что... Казалось бы, да? Чтобы что-то делать. 10 ракет, что можно придумать. А вот, видишь, разница есть. Да, вариативность. Ну, маппер хорошо пострался. Куджимоши. Он же Шмыга. Он же Айра. 10,7 поставил. Из ЮСССР. На счет 3. Раз, два, три. Очень колоритный товарищ, на самом деле. Проходил через три ракеты. Запускал еще одну даже в пол. Ну, это он у меня, по-моему, подглядел. Да. Как-то или у тебя, у нас. У нас. Ну, в принципе, так. Бодренько прошел. Третье место. ЦПМ физики. Торнер. 10,3. Парень играет с 2015 года. Это в них. На имя у него отображается. Мы запускаем на счет 3. Раз, два, три. Да, ну, Торнер. Он как-то достаточно быстро начал набирать. Ну. Он и в стрейфе. Вроде. Да, да, да. Пытается преуспевать. И Виапону его наиграет. Приправо. Очень даже ничего. Да, неплохо. Так. Ну, теперь. Ну, бас со второго места. Смотрим. Еще три. Раз, два, три. Это моя демка. Амдет Экстен. Красава. Все, все, все. Самое быстрое начало, между прочим. Ага. В мире, считай. Этой карте. Ну, так. Прошел и ладненько. Так. И теперь у нас чемпион в цепле физики. На карте Ферран Один Рокс. Перестань. Вуди. Вот это вот соседний парень, который у меня в тимспике сидит. Ладно, давай на счет три. Раз, два, три. Коллега. Ну, у Вуди, собственно, точно такой же роут, только у него чуть-чуть похуже начало, но офигенски лучше концовочка. Я там где-то потерял скорости. Немыслимо. Из-за этого у него... Ну, и он круче завернул. То есть, я там тоже потерялся где-то. Ну, собственно, вот такие вот у нас пироги с котятами. Первое место в ЭКУ-3 физики занимает у нас Бригант. Первое место в ЦПФ физики занимает ФПС Вуди. С вами были Экстен и Вуди. Спасибо большое за внимание. Ждите новых обзоров. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Ой, да нет, это уже гейство пошло. Фу-фу-фу таким быть. Все. Ладно. Пока, ребят.